Приветствую, друзья! Для вебинара вот пишу картину. И мне Евгения Дикман из Германии прислала текст. Она написала, что в журнале Шпигель написали и обследовали студентов, и оказалось, что меньше всех у стресса у тех студентов, которые занимаются искусством. Да, я поэтому с полным основанием, ещё не зная этого, говорил о том, что наша школа впереди всех на планете, потому что я всё время и говорил о том, что у человека творческий геном. Если его не открывать, не реализовывать, этот мощнейший ресурс, то происходит подавление самого себя, происходит развитие всяких причин для болезни. Ну, можно вот так вот выразиться. Но мало того, надо ещё добавить, что не только искусством студенты должны заниматься, чтобы сохранять свою уверенность в себе и стресс-устойчивость, и иммунитет. Не только студенты, а каждый, и дети, и взрослые, и мы с вами лично, участники Школы Человек Будущего Homo Futurus. Не только искусством, вообще с творческим подходом, изобретательским мышлением, который мы на нашем вебинаре сейчас будем раскрывать с помощью новых приёмов, самых таких лучших в мире сегодня, потому что наша школа Человек Будущего Homo Futurus самая передовая на планете, и у нас всегда есть новое, чего раньше в мире не было.